Друзья, вот тут такая подготовка идет к концерту. Вадим, который весь обустроил. Здесь вот ребята. Простите аналог своего дела. С Евгением Сибирцевым мы уже знакомы. Его ник позывно в YouTube Север. Вы будете на его канале смотреть видео. Сцена с мониторами. Все, ребятам, покажу вот такая раздевалочка. Здесь состоится концерт. Сегодня здесь отстроено по самому высокому качеству. Вы уже знаете Женя, который снимает на камеру. Евгений Сибирцев. Профессионал. Вот Федор. Федор специалист, огромный вообще по музыке, звукооператор, звукорежиссер. Он прекрасно отстраивает концерты и ведет их в ГДК. Я правильно готов? Ну, веду я еще не веду. У меня просто высшая категория артистов разговорового жанра. Я в свое время был победителем всероссийского конкурса. Победителем Гран-при брал железнодорожный конкурс. Но все равно это здорово. Все, это вообще, это квалификация, высокая квалификация. Поэтому у нас, благодаря Федору, сегодня здесь мониторная линия на всю сцену. Теперь солист, когда поет, он слышит себя полностью здесь. Сегодня и световое оборудование очень богатое, потому что там фонари такие, сякие, все тут будет. И плакат Вадима. Ну, пульт я вам показывал. У Жени Сибирцева здесь очень много аппаратуры. Он пишет здесь сразу звук зала и экран, большой монитор. Здесь я вам уже тоже все показывал. Так мы микрофоны забираем с собой. В общем, потихонечку идет подготовление концерта. Еще, конечно, до него час двадцать. Но все артисты, все композиторы, звукорежиссеры все уже в сборе ждут. Сегодня у нас действительно очень, очень хорошо оборудованная сцена. Я, в принципе, почти всем доволен. Ребята, уважаемые, видите, как монитор, сразу здесь все, картинку хорошо показывает. И не то, что вот сюда смотреть, в эту камеру, да, видеть. А вот именно большая, когда уже все, и звук, и картинка, все отлично видно. И плавный гидравлический вот такой рычаг, когда резких движений у него не будет. Вот штатив такой. Ну вот, мы готовы. Короче, и вот скоро здесь будут зрители, в этом зале будут зрители. Так что, одна зрительница уже есть. Друзья, утро, не утро, а уже день 11 февраля. Сегодня он у нас пасмурный. Даже были несколькие такие капельки, не поймешь даже дождя, что ли. Ну да, такой градик, дождик, не пойму. Постучал по крыше. Я еду в Октябрьский. Там, где я устанавливал на двигатель насосную станцию, да, Там что-то именно со самим насосом случилось. Поеду, разберусь сейчас, в чем причина отказа насоса. Вот. А потом заеду к Наде, попроеду, и надо будет в магазин заехать продуктов купить. Вот, клип вы праздничный уже видели, девочки, посвященный Ульяне. И подписывайтесь обязательно на музыкальный канал. Там теперь все будет музыкальное. Все огородные концерты, все поздравления, все клипы музыкальные будут располагаться только на этом канале. Чтобы разделить канал. Есть тема, которую я бы хотел сейчас затронуть. Но так неохота говорить о всяких вот таких неприятных ситуациях, связанных с комментариями подписчиков. Поэтому я пока не буду в этом ролике об этом говорить. Я скажу в следующем. Я знаю, что вы мне скажете, друзья. Не обращай внимания, Серега, делай свое дело. Просто есть люди, которые живут своей жизнью, своей размеренной жизнью, в своем достатке. И для них моя жизнь как своего рода сериал борьбы в жизненных ситуациях. И они привыкают его смотреть именно таким с самого начала, как было еще с начала переезда. И считают, что они сейчас смотрят реалити-шоу. И хотят таких же дополнительных трудностей, чтобы я их успешно преодолевал, а им было весело и комфортно. Но это моя собственная жизнь. И это не реалити-шоу, чтобы удовлетворить желания их. И все оставалось именно в таком же, в некомфортном для меня, не в комфортных жилищных условиях, а чтобы оставалось все так же с трудностями. То есть некоторые люди привыкают. Вот человек поехал с Дальнего Востока, вот он купил дом на последние деньги, вот он выживает в этих условиях. И мы хотим дальше видеть его выживание, чтобы он там мучился, в огородах копался, там подыхал. А мы будем на это смотреть и любоваться. То есть они представляют жизнь мою именно так, для их блага. Но не забывают, что это моя собственная жизнь. И я стремлюсь к лучшему в этой жизни. И мне странно видеть со стороны подобных людей какие-то еще претензии к тому, что я неправильно живу. Что мне надо жить так, как я жил раньше. Именно так вот. Как им хочется, как им видится. Они что, подписались на мой канал и считают, что я обязан теперь выпускать ролики. Так же планомерно для них. И питаться духом святым, что ли. Я что-то не понимаю. То есть вот такие люди вот такие странные. Поэтому ладно, затронул чуть-чуть скользь. Еду дальше, друзья. Погоду обещает отрицательную, минусовую. Но как-то так. Ее обещают, а она не выполняется, друзья. Переключился. И на ту передачу. Вот такие пироги. Стрим. Которые некоторые не любят прямой эфир. Вот начались эти прямые эфиры, говорят. Зачем это надо? Вот этих роликов хватает. Но я замечаю даже по статистике просмотров, что прямые эфиры очень популярны. Очень популярны. И просмотров их намного по количеству выше, чем даже обычных роликов. Поэтому я, конечно же, буду продолжать делать прямые эфиры. Единственное, ребята, я хочу вам сказать, что два прямых эфира в день для меня это тяжко, честно скажу. Поэтому на этот раз эфир будет, скорее всего, в субботу, как обычно. Но только в 17 вечера. Не обессудьте. Для дальневосточников это намного позднее. Но впереди воскресенье. Можно отоспаться, если кто хочет посмотреть. Поэтому эфир будет в 17. Потому что в западной части нашей страны тоже не всем удобно. Люди возвращаются часов в шесть, даже в субботу, домой. Им хочется, сделав все дела, прилинуть к экрану и поговорить о том, о сём. Поэтому надо уважать время всех наших подписчиков. Поэтому в этот раз будет в субботу в 17.00 прямой эфир. Друзья. И иногда, вот вы же видите, да, вышел музыкальный клип поздравления. Выйдет ещё не один клип поздравления и другие клипы поздравления. В общем, их будет много. И надо догадаться обычному человеку, что эти клипы не делаются за один день. И даже за неделю. И когда я повествую о своих делах, у некоторых подписчиков и не подписчиков создаётся впечатление, что в этот момент я ничем не занят. Вот сижу дома и чем-то там свободным занимаюсь. Руки у меня развязаны. В огороде ничего не делаю, там кирпичи не убираю. Поймите, это реальная работа. На это уходит масса времени, чтобы создать тот или иной клип. От съёмки и до монтажа. Но я пока не буду раскрывать всех секретов. Потому что я хочу сказать об этом, но не могу. Что это касается чужих людей. Какая работа, что. Касается дело творчества. Творчество, конечно. Друзья. Дорога. Друзья, ещё раз добрый вечер. В общем, я сходил к Наде, где они там строят ремонт, делают там специальный. Вот. Там мы с Володькой сыграли немножко бильярд. Вот так. Так, дорогие друзья. У нас сегодня матч по бильярду. Между двумя прекрасными мужчинами. Никто из них пока играть нормально не умеет. Ну, они, я надеюсь, когда-то научатся. Ты бы стол показала с высоты. Ой, ну давай, я сейчас туда встану. Так, вот такой у нас стол. Правда, тут... Ой, поздравляю! Володя уже забил у нас один. Давайте, давайте. Он подзадил другой шар. Так, ну-ка давайте. Всё там было хорошо. Ну, всё. Так, Сергей Анатольевич. Теперь моя очередь. Забил от шары. Попадёшь, попадёшь, я знаю, ты попадёшь. Сорвался от коленки. Сейчас бряк где-нибудь упадёт. Всё. Так, Владимир Викторович. Давай. Сосредоточились. Красненький вот этот. Ой, ну чуть-чуть, чуть-чуть не забилось. Так, какая... Которая там есть, вот. И что я вам ещё хотел сказать, друзья. Так, по поводу музыки, по поводу музыки. Вышла уже первая часть концерта, который прошёл в Краснофлотском. Концерт Вадима. Я в нём принимал небольшое участие. Вот. И я под этим видео уже вам отправлю ссылку на первую часть. Это канал Евгений Север. Сибирцев. А ник у него Север. Там появится и вторая часть концерта, которую я тоже рекомендую вам посмотреть. Ну, пожалуй, всё. Удачи. Удачи, друзья. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok